Центр настольного тенниса СРРК оснащен сразу двумя залами. Один из них игровой, рассчитан на 18 столов, второй тренировочный, рассчитан на 9 столов. Всего в день здесь могут заниматься 400 человек. На общей площади 4,5 тысячи квадратных метров можно проводить как республиканские, так и международные соревнования. Это первый специализированный центр настольного тенниса не только в Казахстане, но и в Центральной Азии. С профессиональным спортивным оборудованием и освещением, со специальным напольным покрытием, которое соответствует всем требованиям Международной Федерации настольного тенниса. Расположился в спальном районе города. Объект является уникальным. При строительстве центра учитывались международные практики, были изучены лучшие спортивные объекты всего мира. На территории стран СНГ подобных центров настольного тенниса только два. В России город Оренбург и теперь в Караганде. Мы много выезжаем на соревнования за рубеж, и я смело могу сказать, что наши центры не то что не уступают, они считаются лучшими в мире. Самое крупное мероприятие здесь было в 2021 году под эгидой Международной Федерации «Казахстан Open» с участием спортсменов со всего мира. Также мы здесь проводим учебно-тренировочные сборы национальной сборной команды. Появление центра настольного тенниса «Сараркан» в шахтерской столице страны не случайно. Спортсмены Карагандинской области заслуженно занимают лидирующие позиции в Казахстане. В этом центре сосредоточено самое-самое лучшее и новейшее оборудование для игры в настольный теннис. Только вот эта ракетка стоит целых 200 тысяч тенге. Называется она «Фан» в честь первой ракетки мира китайца Джидонга Фана. Ну что ж, испытаем эту ракетку в действии, да? Ничего себе. Проиграть чемпиону мира среди молодежи, думаю, не стыдно. Проиграть не стыдно, тем более, когда выиграть практически невозможно. Алан Курмангали в декабре 2022 года стал чемпионом мира. В августе прошлого года стал победителем крупного турнира по настольному теннису в Иордании. Алан завоевал золотую медаль в возрастной категории до 17 лет. А уже в марте этого года он дошел до 1-8 финала турнира в Сингапуре. Я занимаюсь этим видом спорта на протяжении 10 лет. Таких центров, как у нас, как в Казахстане, нигде таких нету, может быть, кроме Китая. Я побывал в очень многих странах на разных континентах. Нигде таких масштабов, такого количества таких центров больших нигде нету. И как построил этот центр, конечно, с большим удовольствием подготовил здесь и фитнес, и в разделах, как у нас, есть сауны. Защищать честь страны на международной арене нелегко. За плечами Алана десятки побед. Но самые сложные испытания ждут впереди. Одно из них – Олимпиада в Париже, которая пройдет уже в мае. Ну а пока титулованные спортсмены поддерживают себя в форме, занимаясь на первом этаже, мы решили заглянуть на третий этаж. Посмотреть, как тренируются подрастающие, будущие поколения спортсменов. Как известно, все самое лучшее детям. Такого оборудования нет даже у именитых спортсменов. Лучше один раз увидеть. Тренер – робот для настольного тенниса. Он позволяет программировать подачу мячей до шести штук в одном упражнении. Позволяет выбирать место – верхнее, левое, либо же боковое вращение. Он очень хорош в улучшении техники рук и ног. Поиграем? В 2019 году в Караганде началось строительство еще одного многофункционального теннисного центра. Расположился он в юго-восточной части города. Стоимость проекта составила более 2,5 миллиардов тенге. По своей конструкции проект аналогичен Алма-Атинскому центру, только он еще больше и шире. Свободный пролет увеличен до 44 метров. Кроме того, в Караганде климат более суровый, поэтому на стенах применяется специальная система с толщиной теплоизоляции 240 миллиметров. На кровле предусмотрено 108 светопрозрачных панелей для оптимизации использования естественного освещения. В данном центре представлено 7 крытых кортов, еще 4 находятся на улице. Всего единовременно здесь могут заниматься около 300 человек. Наш теннисный центр работает с разными категориями людей. Это дети, профессионалы, любители всех возрастов. И главная наша цель – это развитие массовости спорта. Ну и мы не забываем про спорт высших достижений. И определенные успехи у нас уже есть. Самое главное, что у нас большое количество детей, желающих сюда попасть, желающих стремятся. Мы создаем им здесь прекрасную спортивную, счастливую детскую жизнь. И правда, детей здесь занимается очень много. Но почему-то преимущественно девочки. Хотя вид спорта не из легких. Айша, расскажите нам, пожалуйста, что находится в вашей сумке. Вообще тяжелая ли она? Да, сумка тяжелая. Там находятся две ракетки, скакалка, резинка для рук, чтобы разминаться перед тренировкой, тейп, чтобы, если травма будет, наклеить. Также для стоп мячик и полотенце. А почему сразу две ракетки? Ну, чтобы во время матча или во время тренировки вся она порвется, то на запас еще одна есть. Ммм, круто. Но я так понимаю, что теннис, спорт не дешевый? Нет. Перед игрой, как известно, необходимо хорошенько размяться, дабы не получить травму на корте. Для этого здесь, на втором этаже, расположился тренажерный зал с самым современным оборудованием. Прямо сейчас мы находимся в зале силовой подготовки. Именно здесь занимаются спортсмены перед тем, как попасть на теннисный корт. Говорят, этот зал обойти стороной просто нельзя. Общая физическая подготовка необходима теннисисту для того, чтобы выдерживать сверхнагрузки и перегрузки на корте во время непосредственной игры в теннис, потому что там тело подвергается высоким нагрузкам при смене направления, высокие скоростя, мощные движения и так далее. Здесь находится новейшее оборудование, которое мы используем в своей подготовке. Свободные веса, гири, гантели, тренажеры и так далее. Ну что ж, размялись, самое время поиграть. В теннисе существует целых четыре вида мячей. Все они разные, различаются, к примеру, по цветам. Итак, красный. Этим мячом играют дети от 4 до 7 лет. Оранжевый. Этим мячом играют дети от 8 до 9 лет. Зеленый. От 9 до 10 лет. И стандартный желтый. От 10 и все остальные категории. Отличия есть не только в цветах, но и в давлении, то есть в их отскоке. Естественно, красным мячом, которым играют начинающие только дети от 4 до 7 лет, он намного меньше, чем у стандартного желтого, которым играют все взрослые. Здесь очень уютно, красиво. Ну, вы сами видите, это невероятный уровень, скажем так, к которому, возможно, давно стремились и добились этого. И это действительно очень круто, что в Караганде открылся именно такой теннисный центр. Всего в Казахстане, во всех 20 областных центрах активно функционируют региональные федерации. Улучшается инфраструктура, увеличивается количество занимающихся теннисом. У наших спортсменов более 50 медалей на международных соревнованиях. С таким оснащением и с таким современным оборудованием. Впереди нас ждет еще больше побед. Редактор субтитров А.Семкин